всем привет в этом ролике я покажу как я сделала такой прекрасный милейший круглый мягкий пуфичек приятного просмотра для каркаса пуфика мне нужно нарезать два кругляша один из которых у меня уже был вот этот обруч диаметром 46 сантиметров и он у нас будет служить дном нашего пуфика 2 будет верхушкой обвожу по контуру и вырезаю лобзиком с небольшим запасом чтобы убрать все выпирающие части я прохожусь по контуру фрейзером с копировальной фрезой за образец беру первую деталь чтобы эти две детали не сместились я приклеиваю на двусторонний скотч между собой нарезаю шесть пятнадцати сантиметров кусочков которые послужат для соединения наших кругляшей разметку я провожу циркулем установив на циркуле радиус нашего круга я прохожусь по его окружности тем самым получаю шесть равно удаленных точек засверливаю сразу два круга зенкую и собираю все на клей и саморезы нарезаю шесть пятнадцатый сантиметром нарезаю шесть пятнадцатый сантиметром шесть пятнадцатого сантиметра Также нам понадобится сделать обшивку. Для нее я использую 4-мм фанеру, нарезав ее на 18-сантиметровые полоски, причем поперек направления волокон, чтобы ее было удобнее загибать. Для крепления фанеры я использую клей и скобозабивной пневматический пистолет. Но в принципе с этой процедурой справится и обычный ручной степлер. Пристрелив фанеру, я затираю все острые грани наждачной бумагой. На верхушке нашего тортика я делаю 4 отверстия, через которые будут натягиваться пуговицы. Переходим к мягкой части нашего пуфика. Для боковины я использую поролон толщиной 30 мм. Клей в поролон я буду на специальный клей. Он может быть как и в жидком виде, так и в виде спрея. Ссылку на клей я оставлю в описании ролика. Хотя, если честно, вместо этого клея вы можете использовать обычный клей ПВА. Правда, конечно, время высыхания по сравнению с клеем для поролона куда дольше. И, помимо этого, нужно будет чем-то закрепить поролон во время сушки. Для верхушки пуфика я использую 40 мм поролон. Приклеиваю его аналогично. Как оказалось, выпирающую часть поролона удобно отрезать наточенным кухонным ножом. Проделав отверстия под пуговицы, переходим непосредственно к ним. Делать их буду на специальном прессе. Все-таки не зря же я 3000 на него потратил. Итак, с мягкой частью пуфика мы закончили. Переходим к его обивке. Размеры пуфа получились такие. Диаметр 530 мм. Высота пуфа 220 мм. Раскрой получается достаточно примитивный. Главное помнить о том, что нужно добавить по одному сантиметру с каждой стороны для шва. Зная диаметр по формуле окружности, мы можем посчитать длину нашей полосы, которая пойдет на боковину пуфика. Также нужна еще одна полоса такой же длины, шириной 60 мм, которую мы будем прибивать степлером. Шиваются эти три элемента на обычной швейной машинке. Переходим к ножкам. Их я решил сделать конусными высотой 20 см. Я не буду сильно заострять внимание на этом процессе. У меня есть отдельный ролик про каретку для конусных ножек. Его можно посмотреть по сплывашке в правом верхнем углу, либо в описании к этому ролику. Ножки я покрываю лаком на водной основе. Перед тем, как натягивать ткань, я еще раз прохожусь канцелярским ножом по контуру нашего пуфика, чтобы убрать все ненужные выпирающие грани. Натягиваем ткань, разглаживаем все складочки и после этого по кругу пробиваем все степлером. Волны внизу, конечно, остаются, но в принципе их, по идее, не должно быть видно. Пишите в комментариях, если знаете, как можно было это обыграть по-другому. С пуговицами все так же просто. Это не каретная стяжка, так что здесь все делаем на глаз. Главное, чтобы натяжение у всех было приблизительно одинаковое. Крепление ножек я сделал практически совковым методом. Закручиваю в них болты, предварительно немного добавив клеемомент. Отрезаю шляпки болгаркой. В днище засверливаюсь и закручиваю муфты той же резьбы, что и болты. Ну а на этом все. Если ролик вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok